Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги. Если слышно меня хорошо, пожалуйста, подскажите в нашем чате. Рад вас видеть на вебинаре, который у нас сегодня посвящен компании Skyway Crypto, презентации данного проекта. Народа у нас действительно немного, и сегодня еще, наверное, наша презентация совпала с авральным моментом, называемым окончанием седьмого этапа, переход на восьмой из мини-дисконт. Что касается звука, я сейчас посмотрю, как с моей стороны, но в принципе я могу немножко добавить. Если у вас немного тихо, вы можете подвести мышку на экран, где видно меня сейчас, да, кликнуть по ней, и там есть регулировки звука на вашей стороне. То есть вы можете добавить у себя, тогда у вас будет лучше видно и, точнее, лучше слышно. Предполагаю, что у нас сегодня немного людей, которые не слышали данной информации, да. Мы с вами находимся в преддверии очень важного события, мероприятия, которое должно состояться в Белоруссии, на территории нашего эко-технопарка. Само мероприятие, которое у нас сегодня запланировано, оно пройдет точно так же, будет состоять из двух частей, кратко о технологии, которую мы выводим на мировой транспортный рынок, и о том, что у нас, скажем, действует последние, наверное, несколько часов. Сейчас 18 часов, 23.55, целый ряд пакетов прекратится существование, а многие, скажем так, сильно видоизменятся. То есть с завтрашнего дня у нас в личном кабинете, когда вы зайдете с утра, вы увидите другие пакеты долей компании, но об этом мы с вами впереди поговорим. Итак, технология Skyway, да, технология струнного транспорта. Нельзя рассказывать об инвестиционном предложении компании Skyway Capital, не упомянув о том, вообще, скажем так, на каком рынке мы работаем, какую технологию мы выводим следствия, то есть ради чего все это делается. Анатолий Дартович Юницкий, советский, белорусский, российский ученый, предприниматель, изобретатель, да, в 70-е годы прошлого столетия задумался о том, что можно, скажем так, осваивать космическое пространство, при этом не используя реактивную тягу ракет, которую мы сегодня используем и выводим, скажем так, какое-то количество людей небольшое будет на орбиту, да, и какое-то количество грузов. В процессе работы над этой идеей он пришел еще и к тому, что можно использовать, точнее, создать новую транспортную систему, которая решит огромное количество проблем в транспортном возрасте. Да, эта транспортная система имеет огромное количество преимуществ, об этом мы с вами сейчас посмотрим в ролике, и он начал развивать данную идею. За время разработки внедрения струнного транспорта в струнных технологиях, потому что струнные технологии, сегодня не только транспорт второго уровня, который пользуется неной, это также строительство носков, строительство звездно-посадочных полос аэропортов и аэродромов, это строительство зданий, высотных зданий, зданий коттеджного типа, да, создание, скажем так, реминизм городов вдоль транспортной инфраструктуры, вдоль, скажем так, путевой структуры Skyway. Люди совершенно спокойно смогут жить на луне и природе достаточно далеко от крупных городов и мегаполисов, в который возможно будет приходиться, точнее надо будет возвращаться для работы. Тем не менее, транспорт, о котором мы с вами говорим, быстро будет доставлять в любую точку страны и мира в целом. Потому что у него огромное количество преимуществ, в первую очередь скоростные показатели. Если говорить именно о транспорте, то высокоскоростной до 500 км в час, городской до 150 км и грузовой до 120 км. Так вот, помимо еще всего прочего, по струнным технологиям можно возводить и строить порты, которые могут быть вынесены на естественные глубины от береговой линии, что, соответственно, сэкономит огромное количество денежных средств, ресурсов для создания строительства. Плюс скорость погрузки и выгрузки заметно повысится, и мало того, это будет намного экологически чище, чем, скажем так, берега, которые забросаны за старину непонятно чем. Я думаю, кто-то из вас наверняка был в портовых городах, да? И примерно представляет, что это такое. Еще касаемо звука, вот я обращаюсь сейчас к каждому из вас, да? Попробуйте настроить на своей стороне. У вас есть углировка громкости говорящего, например, скрипит по экрану, по монитору, там где окошко с моим изображением. Хотя микрофон у меня немножко потрескивает, конечно, но такое мнение сегодняшнего дня. Далее. За время разработки своей технологии Анатолий Дарович Чирницкий дважды получал грант Организации Соединенных Наций, то есть мы с вами заострим внимание, когда это было сделано. Он стал членом Федерации космонавтики СССР, которая в далекие 70-х и 80-х годах обратила внимание на технологию струнного транспорта и признала всю перспективность разработки и введения данной технологии. За все это время у него более 140 изобретений в различных направлениях и сегодня 50-х уже используется в различных направлениях развития промышленности и сельского хозяйства. 18 монографий и огромное количество материала, касаемо технической стороны вопроса, экономической стороны вопроса, видеоматериала вы можете найти непосредственно на сайте Анатолий Даровича Юницкого. ...звука, надеюсь, стало лучше, который сейчас выделен в рамку на вашем аудитории. То есть на этом сайте он называется еще по-другому, как его называть Анатолий Дарович Юницкий, сайт инженера Юницкого. Там действительно большое количество материалов по каждому отдельно взятому виду транспорта, по струнным технологиям. Те материалы, которые были когда-то опубликованы, заключение, скажем так, целого ряда институтов, государственных структур, связанных непосредственно с транспортной отраслью, вы все это можете найти непосредственно на сайте Анатолия Даровича Юницкого. Три высших образования, которые есть у Анатолия Эдуардовича, это инженер транспорта, проектирование высотных зданий, инфраструктурных сооружений, строительство высотных зданий, инфраструктурных сооружений и патентное право изобретательство. Он сегодня все эти высшие, точнее все эти знания использует в своей технологии, применяет их на практике. И на данном слайде вы видите преимущества данной технологии, о которой мы с вами говорим, над четырьмя, в первую очередь, транспортными технологиями используемыми нами в повседневной жизни. Водный транспорт, воздушный транспорт, автомобильный и железнодорожный. У каждого из них есть свои преимущества, недостатки. Недостатков немало, потому что практически все эти виды транспорта зависят, например, от погоды, от природных явлений и так далее. Транспорт, о котором говорим мы, практически не зависит от таких природных явлений, как сильный снегопад, сильный дождь, туман, сильная сила бокового ветра и так далее. То есть все это преодолевается легко транспортными средствами, которые будут передвигаться из точки А в точку Б по путевой структуре скаюта. И чтобы не быть, скажем так, не рассказывать вам на пальцах, что из себя представляет технология, какие у нее преимущества, есть выражение такое, у русских лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, я вам предлагаю посмотреть ролик, который не так давно был смонтирован. Он выложен, в принципе, на наши интернет-ресурсы, им может воспользоваться любой человек на нашем видеоканале. Его очень здорово используют для презентации, если вы таковые проводите у себя в регионе. Поэтому этот ролик называется «Презентация компании Skyway Capital», в нем рассказывается и о технологии, и о компании Skyway Capital. То есть мы после этого ролика с вами пробежимся еще по основным положениям технологий, по основным вехам в истории развития технологий. И дальше перейдем уже непосредственно к инвестиционному предложению компании Skyway Capital. Приятного вам просмотра! Я на… Субтитры сделал DimaTorzok Немного осталось людей, которые бы совсем не слышали о Skyway. Однако даже те, кто что-то знает, полагают, что это нечто далекое, фантастическое, не имеющее лично к ним никакого отношения. Мы расскажем о технологии Skyway и ее применении, чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас. Что же такое Skyway? Это проект транспортной системы, основанной на применении рельсов особой конструкции, располагающихся над землей. По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное. Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете. Существующая транспортная система – это самое опасное изобретение за всю историю. Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью, по которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация. Поэтому сеть Транснет будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности. Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации. Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта Юницкого инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. Создателем струнной технологии, положенной в основу SkyWay, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович. Почти 40 лет он работал самостоятельно. Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом на базе группы компаний SkyWay было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие. Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов, и штат предприятия постоянно увеличивается. Разработано 4 вида транспорта – легкий, городской, грузовой и высокоскоростной. Городской SkyWay комплекс – это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной. Высокоскоростной SkyWay комплекс – это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway Complex – это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Unicar и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Unibike – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Эко-технопарка» и осуществить сертификацию. «Эко-технопарк» – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем Innotrans, участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway – Unibus и Unibike. Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке Innotrans 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу. Улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка Innotrans 2016 ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории Университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов – от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы. Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, вот такой ролик, который, в принципе, демонстрирует и что из себя представляет технология, ее преимущества, да, и то, чем занимается компания Skyway Tech. Сейчас мы с вами просто немножко более подробно разберем то, о чем говорится в ролике. Ну и прежде чем двигаться в этом направлении, вы поняли, да, что сейчас мы находимся на том этапе, когда уже подходит время демонстрации действующей дороги Skyway. Мы к этому очень близки. Буквально осталось там порядка считанных дней недель до того момента, как данный вид транспорта будет продемонстрирована на территории Минской области, на территории бывшего танкодрома. Участок местности 36 декабря выделил в 2015 году предприятие струнной технологии, которым руководит Анатолий Гарпыча Ницкий. Цель привлечения инвестиций, да, о которых идет речь, это финансирование вот тех самых областей, которые существуют на каждом этапе реализации технологий в период 14-18 года. Но до четвертого этапа развития технологий, а сегодня речь идет именно об этом, если смотреть в историю, да, то есть всего можно ее развить на четыре этапа. Первый этап был в далекие 70-е годы до середины 90-х, то есть это как разгон ракеты, да, когда тратилось огромное количество энергии, но практически технологий мало кто знал. Но именно в это время были поданы первые заявки на изобретение, первые публикации в различных, различные научные прессы, в первую очередь в СССР. Именно в этот промежуток времени было получено признание Федерации Космонавской СССР, получен первый грамм на развитие технологий у Советского Фонда Мира, да, и прошла вот эта самая международная конференция в Белоруссии в огне-ракетном настроении космоса и астроном-транспорт. На втором этапе уже были практически, скажем так, действия, это продувки в аэродинамической трубе в Питере, у Наталья Дара Чуницкого была своя научная школа, и именно в этот же момент были продемонстрированы действующие физические модели. Раньше мы на презентации показывали ролик, что третий этап, на котором был получен уже второй грамм организации «Дневных нас», а первый был получен на втором этапе развития технологий. На третьем этапе технологий узнал весь мир, они рассказывались в новостных передачах целого ряда центральных каналов, были тематические передачи в центральном и региональном телевидении. В печатной прессе много говорилось о технологии узнал, потому что Наталья Дарвича в промежутом времени принимал участие в целом ряде крупных международных формах, посвященных транспортной отрасли в первую очередь. И было получено большое количество дипломов, наград, золотых медалей. И вот одна из них премия, там, глотателеки, и все было получено, и две. Производы транспортной отрасли у нас находятся здесь, в Москве. Вторая хранится в Белоруссии, в нашем научно-производственном предприятии, в нашем конкурсе. Третий этап, чем еще важен, то, что, скажем так, целый ряд экспертов, точнее, комиссий от государственных структур, имеющих в отношении к Трампу, создавали свои заключения по технологии. И на следующем случае вы сможете просто посмотреть этот краткий перечень. На сайте вы сможете найти гораздо больше перечень инфраструктур. В это время были заключены даже контракты на строительство дорог в целом ряде регионах России и Федерации. В это же время был получен второй гранд-организаций. И, по сути дела, на полигоне, который был в подмосковном городе Озера, был сегодня, точнее, испытан транспорт, был отработан целый ряд методик. Было проведено большое количество испытаний в разное время года, то есть в разных погодных условиях. И можно сказать так, кратко, да, о технологии узнал весь мир. Потому что целый ряд международных делегаций посещали полигон в подмосковном городе Озера. И, казалось бы, все должно было прийти к тому, чтобы технология начала использоваться на территории России в первую очередь. Но, к сожалению, после госсовета, который прошел в 2009 году в городе Ульяновске, когда технология была представлена президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву на тот момент, полигона через неделю не стало. То есть его разобрали очень быстро, люди с надписью МЧС. Было заявлено, что на этом участке местности будет строиться какой-то важный государственный объект. И, к сожалению, дальше демонстрировать было нечего. Ну, как раз-таки с 2010 года, после того, как полигона не стало, мы перешли на четвертый этап развития. В первое время Анатолий Дарту со своими соратниками пару-тройку лет проводил, скажем так, большое количество переговоров с людьми административного ресурса государственных органов, да, территории России и других стран, с людьми мира бизнеса. Но это как бы ни к чему не приводило, к сожалению. И было принято решение оценить интеллектуальную собственность в 2013 году и обратиться к людям, которым нужен безопасный, высокоскоростной, комфортный, экологически чистый транспорт нам с вами. И вот с 2014 года, с января месяца, началось движение по схеме краудинвестинга, когда люди становятся владельцами технологии, они инвестируют по мере своей возможности, да, там, на базе микрофинансировать, как мы часто говорим, денежные средства с большой выгодой, с большим уровнем доходности, потому что предполагаемая цена к концу завершения всех работ, которые необходимо сделать, а это продемонстрировать три вида транспорта, грузовой, городской, высокоскоростной, сертифицировать, да, эти вида транспорта и с ним выйти на международный транспортный рынок. Мы планируем это сделать к концу 2017 года, и предполагаемая стоимость отдельно взятой доли, которую люди сегодня приобретают, это около 2, 1 доллара США. На данном слайде вы видите краткий перечень тех структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигона в подмосковном городе Озера. Гострой России, Минтранс, Российская инженерная академия и Институт проблем транспорта Российской академии наук дала развернутое такое заключение, его вы тоже можете найти на сайте www.unitsky.com. И, как я сказал, за все время, скажем так, работа над технологией, было получено порядка 50 патентов на те ноу-хау, которые Юнистки сегодня использует в ней, и более 40 международных дипломов на гастраке. 2014 год стал, скажем так, годом, который, ну, наверное, становление, да, компании, потому что в 2014 году, наверное, самое важное веке, это, наверное, начало привлечения инвестиций, стало открытие наше предприятие, научно-производственное предприятие в Республике Беларусь. Это был май месяц 2014 года. Долгое время наши инвесторы ждали, скажем так, каких-то новостей. Поверьте, ждали их и мы, сотрудники компании, да. 2015 год стал переломным, потому что именно в 2015 году, вы видели и в ролике тоже, да, определились с участком местности, на котором будет строиться технопарк, запустили в работу компанию Skyway Capital, презентация которой сейчас идет. Были проведены целый ряд переговоров в разных углах земного шара, это Объединенные Арабские Эмираты, это Южная Америка. Важной векой, конечно, стал июнь месяц, 22 числа, аукцион, на котором участок земли 36 гектаров был закреплен по компании Струнной технологии, генеральным директором которой является Анатолий Дарчунин. И с этого момента начались работы на территории технопарка, где в итоге, как я говорил, будет построено три экспериментальных участка дороги, полномасштабных, действующих, с целью демонстрации и проведения потом сертифицированных работ. Далее, в 2015 году, в июле месяце, были проведены первые работы на территории технопарка. Далее, в конце июля, в августе началось уже строительство, это рытье котлованов, потом установка промежуточных опор, строительство, скажем так, начало строительства и продолжение, анкерные опоры первые, сейчас их там уже несколько установлен на территории технопарка. Далее, в сентябре месяце нашей компанией был получен так называемый международный детекционный код ценной бумаги. Это нам пригодится тогда, когда мы будем выходить на международные биржевые площадки. То есть, процедура, которая проходит практически все публичные компании. В сентябре посетил территорию эко-технопарка и наше конструкторское бюро Ротхук, экс-министр транспорта Южной Австралии. Сегодня он возглавляет наше австралийское предприятие. И в 2016 году, в июне месяце, он уже не один приезжал на территорию КБ, на территории эко-технопарка, а со специалистами компании АурКон, которые сегодня на территории Австралии осуществляют сопровождение нашего проекта, работают над его внедрением в Австралию. То есть, очень много происходит в последнее время, и мы этому очень рады. Далее, 2015 год. Процедура закладки нулевого километра, это было 17 октября, фактически вот три дня назад, да, у нас была сделана рассылка, вот продление дисконта, и привязали это, в принципе, действительно, к дате закладки нулевого километра, это было ровно год назад, на территории эко-технопарков вложили нулевой километр будущей дороги Skyway. На этой процедуре присутствовало несколько десятков наших инвесторов, потом была проведена международная конференция. В осени 2015 года наше предприятие принимало участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь», и тоже была выделена сумма денег, там порядка 20 проектов получили, скажем так, деньги, из фонда размером около 10 миллионов евро. Часть этих денег пришла и в наш проект в том числе. Ну и важной вехой 2015 года стало принятие решения привлечения инвестиций посредством приобретения пакетов далее компании в рассрочку. То есть это выгодно нашим инвесторам, они могут, скажем, незначительные деньги ежемесячно инвестировать в наш проект, а в итоге в сумме владеть большим пакетом далее компании. Компании это выгодно, потому что наперед можно видеть, потому что у нас есть рассрочки на 8, на 9, на 10 месяцев. Какие деньги потенциально к нам придут каждый месяц, например. У нас сейчас ноябрь будет, декабрь и так далее. Мы можем видеть, сколько рассрочек куплено, какие рассрочки, какие ежемесячные выплаты люди пошли и так далее. То есть все это очень здорово. И в принципе сейчас процентов, наверное, 80-90 всех покупаемых долей компании, они приобретаются в рассрочку. Это удобно людям, ну и в принципе это удобно нашей компании. Далее. 16-й год, в котором мы с вами сегодня живем, он ознаменовался тем, что в начале года Анатолий Эдуардович Янинский поблагодарил Дмитрия Медведева, отправил ему письмо, за то, что он обратил в 9-м году внимание на наши технологии. И пригласил его в конце года, в этом году, да, посетить Экотехнопарк и своими глазами увидеть, до чего мы дошли, что мы сделали и что деньги мы нашли на развитие данной технологии. Важными вехами 16-го года можно выделить отдельно. Это принятие решения экспертным советом Министерства транспорта Российской Федерации 11 февраля. Вы видите, скажем так, выдержки из этого документа. Технологии, разработанные Янинским, инновационные технологии. Далее, март месяц. Тот же экспертный совет, рабочая комиссия экспертного совета признала технологию разработанной Анатолией Городович Янинским, которая, скажем так, владеет сегодня и занимается внедрением компании ЗАО «Струдные технологии» в городе Янинске, перспективной для применения на территории Российской Федерации. Это то, к чему мы шли, скажем так, два с лишним года мы слышали практически, ну, два года, да, и три месяца, что вы занимаетесь непонятно чем, куда там будут русские деньги, при чем у них там технологии и так далее, и так далее. Вы понимаете, что признание, скажем, Минтрансом технологии Янинского – это значимый факт, потому что какую-то муть инновационной технологии не назовут. И, в принципе, этому подтверждение было получено в 2016 году еще не один раз. Важное мероприятие, которое у нас прошли в этом году, это экофестиваль на территории Республики Беларусь. 23-24 апреля более 700 человек в первый день, во второй, может быть, чуть поменьше, были на территории Экотехнопарка, убедились, посмотрели своими глазами, куда они проинвестировали денежные средства, на что они пошли. Ну и огромное количество людей удовлетворенных разъехались из Республики Беларусь по своим городам и странам и с еще большим рвением стали знакомить людей, которых окружают, с возможностью участия в нашем проекте. Это очень важно, действительно убедиться своими глазами, потому что все-таки люди есть разные, есть те, кто доверяют полностью, есть те, кто хотят своими глазами увидеть и потрогать. В планах на 2016 год у компании было построить городскую трассу SkyWay на территории Экотехнопарка, это легкую трассу, юнибайки так называемые, то есть транспортное средство двухместное, которое, скажем так, приводится в движение как и двигателем, так и при помощи педалей. На этом, кстати, технологии обратили внимание представители Ирландии, которые очень заинтересовались юнибайком на выставке на транс, о которой буквально два слова сейчас тоже скажу. Данное мероприятие прошло в Берлине, на территории Евросоюза. Не мы отбивали пороги, да, и просились куда-то там приехать, возьмите нас, нам туда покажем. Пришло письмо официальное от устроителей выставки, они узнали, что на территории Беларуси развивается данная технология и пригласили нас принять участие в данном мероприятии. Из 2700 с лишним, почти 2800 компаний, стенд компании струны технологии, нашей технологии SkyWay, вошел в 60-60 наиболее посещаемых стендов. Это тоже очень важно. То есть на стенде всегда было людно, как говорят специалисты, которые были на данной улице. Буквально перед самым инотранцем пришло приглашение от Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь принять участие в Белорусской транспортной неделе. Это прошло с 4 по 6 октября в белорусском городе Минск, в столице. Это проспект победителей, крытый манеж футбольный, которым когда-то Динамо Минск стал чемпионом СССР в далеких 80-х годах. Помню это событие, смотрел по телевизору. На этом мероприятии принимало участие компаний, порядка 90, по-моему, компаний из Австрии, Латвии, Литвы, Польши, Россия, Украины, Франции, Швеции. На этом мероприятии, опять же, о технологии ближе узнали министры транспорта Литвы, Белоруссии и Польши. Наш стенд посетил первый заместитель премьеры Республики Беларусь. Вы сейчас видите на фотографии, посередине вверху. Есть видеоролик, в котором Анатолий Эдуардович общается лично с этим человеком и пробует заручиться его поддержкой перед премьером, перед президентом Республики Беларусь с целью выделения 15-километрового участка продления того места, где у нас сейчас находится Экотехнопарк или Центр демонстрации сертификации SkyWay, с целью строительства высокоскоростной трассы. Как мы видим в ролике, заместитель премьер-министра Беларуси и сказал, что да-да, мы конечно поддержим, мы приедем, посмотрим и прочее. Далее, после этого мероприятия буквально на следующей неделе состоялся энергетический экологический форум, то есть там буквально 4 форума в одном, были представительства и компании из 14 стран и технология SkyWay тоже была представлена, потому что экология и энергетика тоже являются частью нашего проекта. Министр энергетики Республики Беларусь тоже посетил наш выставочный стенд, сказал, что мы вам окажем максимально поддержку. Опять же, видеоматериалы на эту тему вы можете найти в интернете, а если хотите, я просто сейчас брошу даже ссылки на эти мероприятия, точнее на посещение министра транспорта и заместителя премьер-министра Республики Беларусь наших стендов, вы сможете после вебинара пройти и посмотреть те, кто не видел. Это вот все, что происходит буквально сейчас. Далее, параллельно вместе с энергетическим экологическим форумом в Беларуси проходил крупный международный форум в Австралии под названием «Интеллектуальные транспортные системы» с 10 по 14 число, то есть 5 будних дней. Это было на прошлой неделе. И здесь нашу технологию представлял Ротхук, который возглавляет наше австралийское предприятие SkyWay Австралия. И компания «Уркон», которая взялась за то, чтобы работать тесно с нашей компанией и сопровождать внедрение нашего проекта на территорию Австралии. Пока материалов я на руках еще не видел, но я думаю, скоро мы получим какие-то отзывы, отклики касаемо данного форума в том числе. Ну и мы обычно рассказываем на наших мероприятиях о том, что в прессе все чаще и чаще рассказывается о нашей технологии. Действительно, буквально за эту неделю вышло две новости. То, что очередные два издания напечатали информацию о развитии струнных технологий. Я же обращу ваше внимание вот на что. Есть такая структура российской железной дороги. У них есть свой, у них несколько источников донесения информации до людей. Один из них – это РЖД-партнер. То есть это деловой журнал, который, в принципе, принадлежит российским железным дорогам. За время проведения «Инотранса» за четыре дня трижды он посвящался на своих страницах статьи нашей технологии. После «Инотранса» еще дважды. Одна из них – это развернуто интервью Анатолия Мударовича очень низкий, как раз этот скрин данной статьи. Он сейчас находится у вас на экране. Далее. Перед форумом транспортного транспорта 2016 проходил ТОТБАЙ – это крупный интернет-портал белорусский, как у нас в Mail.ru, Яндекс и так далее. Разметил информацию о самом мероприятии и дал довольно развернутый, скажем так, в этой статье кусок о компании струнной технологии, которая принимала участие в выставке «Инотранса» и теперь будет принимать участие в выставке, проходящей в Манеже на проспекте Победителей. Это транспорт и логистика 2016. И в этой статье, скажем, ТОТБАЙ уже написал, что это белорусская технология вышла в свет и ставила нашу страну на форуме «Инотранса». Очень важная статья, которая вышла в журнале «FinFuture», а этот журнал принадлежит Крису Принципе, он был на выставке «Инотранс», он был на мероприятии «Инотранс» и сказал, что на мероприятии, которые будут проходить в банковской сфере, то есть съезд банкиров, назовем так, в Швейцарии, более трех тысяч экземпляров со статьей о струнных дорогах, о струнной технологии будет роздано участникам форума, который посвящен международной банковской системе «Свифт». И Крис участник этого мероприятия, и там было роздано три тысячи экземпляров, в которых рассказывается Анатолий Двардович, там практически чуть ли не на обложке. То есть средства массовой информации все чаще и чаще рассказывают непосредственно о технологии SkyWay, о нас говорят уже о том, как не просто о чем-то таком несбыточном и далеком, а о том, что уже имеет, по сути дела, место быть сегодня. Ну и буквально я не хочу включать полностью, ролик он очень длинный, просто сейчас буквально два слова, те из вас, кто следит за новостями, могут потом найти это на нашем сайте. Начало ролика, в котором представлен этот технопарк, это было, по сути дела, совсем недавно, вчера-позавчера, может быть, пару дней назад. Вы видите фермы, которые доехали до этого технопарка, и теперь будут, скажем так, размещаться на промежуточных опорах. И вот Аматолий Дардачуницкий в этом ролике, он 18 минут рассказывает, что из себя это представляет, куда это будет все расставлено и какие перспективы... Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко, вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам... То есть я вам всем рекомендую зайти в раздел новостей, просто в раздел новостей зайдите, Ирина, и вы этот ролик сможете посмотреть. Мало того, я вам всем хочу сказать следующее, я говорил не так давно на презентации, наверное, да, если вы хотите эти ролики иметь на своем компьютере, в целом демонстрации окружающим людям, там, я не знаю, кому-то еще, вы можете просто ссылку на YouTube копировать и давать в Skype, а можете, зайдя по этому адресу, скажем так, просматривая ролик на YouTube, после трех букв ВВВ, тогда у вас там стоит W, да, точка, поставить две буковки S и нажать Enter. У вас загрузится следующая страница, это программа SaveFromNet, да, и будет кнопка такая скачать, нажимаете кнопочку, этот ролик у вас на компьютере. Вот таким вот образом. Теперь предложение компании Skyway. Коллеги, в принципе, в ролике было много сказано, да, что компания, она зарегистрирована в Великобритании, цель ее привлечения инвестиций с целью выведения инновационной транспортной технологии на мировой транспортный инвестиционный рынок, мы являемся официальными партнерами группы компании Skyway, в ролике было показано, скажем так, подписание договора между Дением Пудряшовым и Анатолием Горочем и Минским, вот, и мы работаем на той же платформе, это CrowdInvesting, привлекаем инвестиции от физических лиц, от частных инвесторов, которые сегодня на выгодных условиях могут стать еще совладельцами технологий, которые в дальнейшем будут использоваться в большом количестве адресных проектов, и если вы, скажем так, не продадите свои пакеты долей компании, а будете продолжать им владеть, то на эти доли будут в дальнейшем распределяться дивиденды. Т.е. фактически это пассивный источник дохода, причем пассивный источник все увеличивающегося дохода, он может расти, причем расти в разы. По мере начало, сначала, потом внедрение технологий в огромном количестве места, вы понимаете, ценность все возрастает, соответственно, ваша доля будет расти в цене. Задачи, которые ставит перед собой компания Skyway Capital, они, в принципе, просты, если их озвучить, это привлечение максимального количества инвестиций на основе микрофинансирования с целью финансирования строительства экотехнопарка. По сути дела, сегодня доли, которые реализуются, то есть, которые могут приобретать частные инвесторы, как раз-таки деньги оттуда идущие, они идут на строительство экотехнопарка с целью демонстрации сертификации. Когда это все будет сделано, прекратится, скажем так, возможность приобретать доли корневой компании, самой технологии, и, возможно, останется только возможность приобретать уже отдельную взятую акцию адресных проектах. Они могут быть разные, они могут быть там, где мы будем участвовать в своей технологии, получать только процент от прибыли, которая будет. А возможно, скажем так, денежных средств будет хватать и компания будет создавать сама еще адресный проект. То есть это может быть будет более интересно, потому что прибыль будет идти только к компании, а не делиться между партнерами. Далее, задача, которую ставит перед собой компания Skyway Capital, это создавать благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора, чтобы он мог разобраться в проекте, чтобы он мог, скажем так, не выходя из дома, не одеваясь, войдя в интернет, при помощи тех устройств, которые есть в интернете, если у вас он есть дома, понять все, о чем идет речь и стать инвестором. Используя те, скажем так, инструменты, для этого, которые встроены в личный кабинет партнера компании Skyway Capital. И, конечно же, в процессе взаимодействия с вами наша задача обеспечивать вас максимально полезной информацией, новостями о развитии технологий, о развитии нашего проекта. Чем мы и занимаемся? Благодаря рассылкам, которые есть у нас, благодаря, скажем так, SMS-рассылкам, благодаря мероприятиям, которые сейчас проходят. То есть мы стараемся использовать максимальное количество каналов информационных с целью того, чтобы мы всегда могли знать и понимать, что происходит сейчас, какова ваша выгода, чем вы владеете и к чему мы уже приближаемся. На данном слайде вы видите, по сути дела, последние часы существующей прайс долей компании, которые можно приобрести еще сейчас. До 23-55 сегодняшнего дня. Уровень доходности по пакетам сегодня составляет от 36 до 350 раз. Стоимость пакетов растет сверху вниз. Минимально 15 долларов. Почему мы и говорим, что микрофинансирование сегодня люди из категории студентов и пенсионеров, не хочу никого обидеть, потому что это наименее защищенные социальные слои, они могут инвестировать такие денежные средства и в процессе, скажем так, взаимодействия с нами, делая простые шаги, можете стать даже, проинвестировав все в 15 долларов своих личных денег, крупным инвестором нашего проекта и иметь большой-большой портфель инвестиций в нашем проекте. Каждый последующий пакет вы видите 30, 60, 130, я говорю, эквивалентных долларов США, потому что справа у них рублевый цены. Он имеет большее наполнение, большее уровень доходности и большее наполнение долями акций, долями пакетов долей компании, как мы это называем сейчас, потому что акциями они могут стать, когда мы выйдем уже, скажем, на котировку на международную биржу. Я выделил пакет стоимостью 1000 долларов. Ну, как вот многие люди нам, когда и начинают наши менеджеры отдела информационной поддержки рассказывать о инвестициях, да, они говорят, да, что это за инвестиции, 200 долларов, 500 долларов, инвестиции это 10 тысяч, там, куда-нибудь и так далее, потому что они не верят, что проинвестировав незначительные деньги, можно получить такой уровень доходности. Вот у нас сейчас такая возможность есть. Вообще, к инвестициям в наш проект можно относиться как к возможности, которая была где-то в середине, в конце 70-х годов, когда начинал развиваться рынок IT-технологий, да, то есть компьютерных технологий, персональных компьютеров, интернет-технологий. Это компании там, Dell Computers, компания Apple, компания Microsoft, еще целый ряд компаний, которые в последующем стали появляться на этом рынке, которые создавали программы, и сегодня этими программами пользуются люди. устройства, которыми также пользуются люди. Вот представьте, к вам обратился Билл Гейтс и сказал, уважаемый, если ты сегодня дашь мне там 500 тысяч долларов, да, то через 20 лет, через 10 лет, там, через 15 лет ты станешь миллионером, потому что мы планируем создавать полезные программы, создавать полезные устройства, этим всем будут пользоваться миллионы людей во всем мире, да, они будут это покупать, платить за это, а ты будешь очень богат. Так, нашлись те, кто поверил, их было немного. Так вот, сегодня то же самое происходит только в транспортной отрасли. Транспорт, то, что нам нужно, нагло заявлю, даже больше, чем планшеты, айпады, айфоны, да, потому что транспортом нам необходимо перемещаться, более 90% в единственном шаре зависит от транспортной отрасли, ну, кто-то чаще, кто-то реже, все равно нужно двигаться, да. У нас огромное количество территорий, которые, в принципе, транспортом не обеспечены. В связи с тем, что, например, дорожают билеты на железную дорогу, авиационные перелеты и так далее, то, скажем так, люди все меньше и меньше ездят по планете и по стране. Данная транспортная технология решает эту проблему. То есть у вас у каждого есть возможность стать совладельцем крупной компанией, амбиции которой овладение 30-50% всего мирового транспортного рынка. Вдумайтесь в эту цифру. Триллионы долларов товаров оборота. Многие миллиарды, да. И часть этих денег ваших, в зависимости от количества ваших долей компаний, купленных в нашем проекте. Итак, прайс, который вы видите, ну, в принципе, в понедельник у нас будет снова, да, презентация, которую буду проводить онлайн, его уже не будет. Будет совершенно другой прайс, который вот сейчас, столбик, да, вы видите посередине. Дисконт, уровень доходности, как мы говорим, будет снижен. Вот дисконт восьмого этапа. На минимальном пакете он станет не 36, а 30, на максимальном не 350, а 300. Соответственно, практически каждый пакет долей компании, который можно будет приобрести, у него уровень доходности будет снижен в среднем, там, 15-20%. Вот. За тысячу долларов можно сейчас еще купить 180 тысяч долей компании, стандартном исполнении, да. На восьмом этапе 150. Далее, какие будут действовать у нас предложения инвестиционные на восьмом этапе? Вы видите, сверху это то, что есть. Ну, и посмотрите внимательно. То есть пакеты старт, сеньор, стабильный бизнес, да. Это те пакеты, которые у нас являются привычными, это те рассрочки, которые у нас покупают огромное количество людей. Так вот, в среднем тоже на выходе фактически уменьшится на 20, а некоторые почти на 30%. Пакет сеньор, заметьте, да, 60 тысяч и 40. Разница, скажем так, на 30%, 30%. Далее, пакет стабильный, не так много, да, уменьшится. То есть, в принципе, это, ну, пакет на 12. Пакет, который называется бизнес, он снизится почти на 25%. Далее, двойной платеж, если вы делали, да, либо приглашали минимум 3-х человек, он был 9 тысяч на подарочных акций, на пакете старт станет всего 5, почти в 2 раза. 21 тысяча была на пакете сеньор, станет 8. То есть тут уже почти в 3 раза уменьшается подарок, да. Здесь, опять же, пакет стабильный, 60-40 тысяч, получается 3. Ну и на пакете бизнес было 144, более чем в 2,5 раза уменьшение подарочных долей. Поэтому есть, да, о чем позаботиться в последние несколько часов действия дисконта седьмого этапа. Пакеты, которые люди приобретают в основном, конечно, в странах Западной Европы, Центральной Европы, да, хотя есть такие в странах СНГ. Это ежемесячная оплата от 500 до 5000 долларов США. То есть пакет с очень выгодным дисконтом. Но и он тоже значительно изменится, и вы видите разницу, да, 270-230, 315-255, 320-265, 325-280. То есть на последних пакетах разница на выходе будет миллионной, да. А я вам говорил, что это в среднем 1 доллар США в одной доле. Соответственно, 2 миллиона долларов, например, 1,5 миллиона долларов. Сейчас это незаметно, что сейчас там, например, 10 тысяч долларов, что, например, после завтра. Да, но на выходе разница существенная. То же самое произойдет с пакетами малыша-студент, которые можно приобретать на своих несовершеннолетних детей. Это у нас возможно, от нуля до 17 лет. В основном эти пакеты у нас приобретают жители страны СНГ. Новый пакет «Бизнес-старт» будет действовать с завтрашнего дня. Возможность приобретения в рассрочку на 2 месяца. Довольно неплохого пакета долей компании, потому что в стандартном исполнении, если вы будете купить этот пакет и через месяц заплатите еще раз, это 75 тысяч. Если вы сделаете двойной платеж в течение суток, сразу же, вы получите на выходе 99 тысячах, потому что 24 будет вам на 6 тысячах подарков. Пакеты, которые можно покупать разным платежом, сейчас и потом, то есть это 5, 10, 25 и 50 тысяч долларов, тоже с хорошим дисконтом, завышенным по сравнению, чем стандартный дисконт. И вы можете еще получить право посадки, высадки, как это правильно сказать, своего именного дерева на территории Петерапарта. Причем дерево, даже эксклюзивное, редкая порода, начинает на 10 тысяч долларов платежа. И у нас начинают, скажем так, меняться еще пакеты, которые вы можете приобретать с бонусного счета. У нас есть партнерская программа. Если вы помогаете нам популяризировать проект, если вы делитесь информацией, то вас вознаграждают за это начисление не на бонусный счет, а на акционный счет. Так вот, есть 4 пакета выгодных хорошим дисконтом от 161 до 316, стоимостью 250, 400 тысяч и 1800. Вот эти дисконты тоже очень сильно поменяются. Потому что на следующем этапе, например, на пакете с 250 он изменит, скажем так, уровень доходности со 160 до 1201. А вот на втором пакете 400, да, он не в два раза, но почти. Вот, то есть, существенные изменения. На пакете, который стоит 1800, тоже в полтора раза меняется, скажем так, дисконт и доходность. Вот таким образом. У нас начинает снова с 8 этапа работать пакет под названием «Инотранс». Это не потому, что «Инотранс» снова должен состояться в Германии. Нет, потому что это пакет, который был покупаем, и люди с удовольствием его приобретали. И отличие вы видите сейчас на экране. Если первоначальный дисконт на пакете 1000 долларов на 7 этапе составлял 235, вот здесь, да, потом увеличивался по мере ваших выплат. Второй платеж, если вы делали в течение месяца, не позднее, после первого, 270, потом 290, потом 300, то сейчас будет 3 месяца действовать, скажем так. Те же условия. Первоначально ваш дисконт 150, но если вы выплатили в течение месяца вторее платеж, выбрав, скажем так, таблички из пакета «Инотранс», то у вас будет второй платеж уже 200 дисконт. Дети 250. В принципе, это выгодно, да, то есть вы можете получить 600 тысяч далее нашей компании, сделав 3 платежа по 1000 долларов. И у нас, скажем, начинают действовать пакеты мультипликатора. Они очень, наверное, хороши для людей, которые стали совладельцами крупных долей компании, начиная с первого дня работы компании Skyway Capital. То есть если у вас, например, просто привожу пример, в личном кабинете есть уже куплены там 200 тысяч акций, да, 500 тысяч, там, миллион, 3 миллион, есть такие люди. Соответственно, если вы берете рассрочку на 10 месяцев любую из этих пакетов, то на выходе вы получите следующее. Если вы выплачиваете первый пакет, да, называется мультипликатор 100, то по истечении выплаты рассрочек, когда вы ее оформите, вам добавляется 140 тысяч акций. А у вас есть там, например, полмиллиона. Суммарно это становится 640. На весь этот объем, например, на премиарный счет вычисляется 1%. Если вы берете второй пакет, например, и готовы выплачивать 250 долларов ежемесячно на протяжении 10 месяцев, то по окончании вам 475 тысяч акций прибавляется ко всем тем, что есть, и на всю эту сумму, на все это количество вычисляется 2%. Если вы берете третий, соответственно, к миллиону 150 акций, которые вы получите по выплате рассрочки, по 500 долларов ежемесячно, к тем акциям, которые у вас есть в кабинете, оно сложится еще 3% на примерно счет. То есть очень хороший, выгодный пакет для владельцев уже больших пакетов для компании. Как я говорил, в нашей компании есть возможность зарабатывать деньги, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на рынок инвестиций, на рынок транспорта. Это партнерская программа. По сути, мы даем информацию о том людям, что нам нравится, информацию о том, как можно, скажем так, улучшить финансовую сторону в своей жизни, о том, как можно, скажем так, применить свои физические, моральные, духовные силы в проекте инновационном, инвестиционном, да, помочь большому количеству людей, помочь нам реализовать данную технологию, да, изменить жизнь человечества в целом, то есть это моральное удовлетворение, и при этом еще заработать денег. То есть не нужно делать тяжелых физических усилий, да, не нужно что-то рыть, копать, таскать, уговаривать кого-то кстати, потому что, в принципе, если поначалу действительно было трудно, что людям объяснить, только, скажем так, в видеоролике того, что было, материалы там, которые у нас есть, печатные, да, награды вот эти, сам Юницкий, который выступал на вебинарах поначалу, да, сейчас ему некогда, он реализует технологию, вот. То сейчас у нас есть что показать, есть что потрогать даже, если человек захочет приехать и своими руками потрогать эти опоры, поэтому уговаривать есть и смысл. Доносите информацию тем, кто вам не верил год назад, скажите, вот, сейчас есть вот это, не веришь, подожди еще год, да, полгода. Что для тебя будет являться, скажем так, фактом, что это реально есть и что это может тебе помочь. Он вам ответит, хорошо, я дождусь этого момента, тебе принесу информацию в тот момент, когда вот это все слышится. Партнерская программа приносит, скажем так, целый ряд выгод, она действительно выгодна по сравнению с большим количеством партнерских программ в мире, там, MLM, в мире любого бизнеса, где есть партнерские программы. Важно то, что я вам говорил, если даже вы проинвестировали наш проект на сумму 15 долларов, вы можете стать крупным инвестором в нашем проекте, потому что сегодня начисления идут на бонусный, на акционный счет, и вы можете акционные деньги, которые вам идут на акционный счет, использовать для приобретения долей компании, потому что больше никуда вы использовать не можете. Бонусный можете и выводить, и тратить на то, что считаете нужным. Вас никто не заставит делать какие-то жесткие обязательные объемы, там, продаж, товарооборот структуры, да, вас никто не заставит подтверждать вашу квалификацию, вы имеете односторонний рост, у нас 6 ступеней карьеры, завтра в 13 часов мы будем говорить о партнерской программе на таком же вебинаре, да. У нас высокий процент выплат и большая глубина выплат, то есть до 24 уровня, с которых вы можете получать начисление от 0,1%, да, это нижний уровень, до 7% со второго уровня, глубина структуры, и до 20% непосредственно за свои действия, которые вы предпринимаете в зависимости от ваших квалификаций. Никто вас не может ограничить в количестве тех, кого вы можете следом за собой подавать. У нас есть инструменты в личном кабинете, которые помогают людям развивать партнерскую программу. В разделе «Инструменты партнера» это и план вознаграждения, который можно скачать, и потом самому рассказывать тем, кто вас окружает. Это реферальные ссылки, которые являются первым вашим инструментом. Именно благодаря им у вас появляются ваши партнеры в партнерской структуре, и потом эти люди свои реферальные ссылки уже в глубину и строят структуру. Баннеры для тех, кто умеет строить бизнес в интернете. Есть люди, у которых есть свои сайты, блоги, да, они посещаемые, они могут писать на разные темы. То есть на этих сайтах или блогах можно разместить красивую меняющуюся картинку разного размера, там их более 60 видов. И если люди, которые приходят к вам на сайт, просто будут нажимать на эту картинку, они будут переходить на тот ресурс, который вы выберете. Либо сайт, либо, как он называется, владимент инвестора. Они могут ознакомиться с информацией, даже не зная вас. Все эти люди лично с вами не знакомы. Они, может быть, ваши подписчики, а может быть, просто зашли на сайт по рекомендации кого-то. И нажав кнопку регистрация после накомнения с информацией, они становятся вашими реферальными партнерами. То же самое происходит с разделом новостей в разделе события. Там есть кнопки информации, новости вы можете делиться в соцсетях. Те, кто про эту информацию, потом перейдут на наши интернет-ресурсы и зарегистрироваться в ваши реферальные партнеры. Потому что к новостям из личного кабинета присоединена ваша реферальная ссылка. Инструменты – это вебинары, которые у нас проходят. Вебинар по партнерской программе. Большое количество обучающих мероприятий, вебинаров, которые проходят в режиме онлайн, на целом ряде языков. То есть у нас английский, немецкий, эстонский, французский, словацкий, венгерский, да, Хорватия. То есть для Хорватии стали проводить мероприятия. То есть у нас целый ряд европейских языков, на которых проводятся вебинары. У нас огромное количество мероприятий практически ежедневно проходят в целом ряде городов и странах. Также на разных языках, в разных уголках планеты, где людям в формате живого общения доносится информация о нашем проекте. Все вы это легко можете найти в разделе «Расписание» на сайте компании SkyWayTex в личном кабинете. Либо на сайте, да, то есть там две таблицы, где вы можете посмотреть, в какое время тогда проходит какой вебинар в режиме онлайн. Либо офлайн-мероприятие с указанием фамилии и телефона, ответственным за это мероприятие в том городе, который прописан. Плюс ко всему на сайте evnytsky.com каждую неделю выкладываются новости. Это первая новость в начале недели. Расписание на текущую неделю. И вот в этом файле находятся и онлайн, и офлайн-мероприятия. Только офлайн-мероприятия там живые презентации указаны с точным временем на адресе проведения мероприятия. Рекомендую вам эту информацию находить, посещать данное мероприятие самим и приглашать на это мероприятие новичков, чтобы они могли получить информацию, чтобы они могли получить ответы на свои вопросы. По сути, это большой подход для вас, как для партнера, с целью развития той же партнерской группы. Вот все, что я вам рассказал, это, по сути дела, возможность принять участие в нашем проекте, стать его частью, приложить, как я говорил, физически, духовно, морально, финансовые свои возможности, приумножить все это, да, и помочь огромному количеству людей. Если вы хотите помочь, конечно. Адрес, где мы находимся, телефон, по которому нас можно найти, и, в принципе, сюда к нам периодически приходят наши инвесторы, заранее сообщившие, что друзья, я хочу быть не тетей к нам, хочу, есть у меня вопросы, и так далее. Минут 10-15 вам уделят. Ну, у нас очень много работы, поэтому здесь не проводится, скажем так, тематических экскурсий, долгое угрожение по офису, и у нас здесь рабочая обстановка. У меня на этом все, Олеги. Если у вас есть вопросы, то можете, конечно, написать, но единственное добавлено, что сегодня после меня, по идее, должен состояться вебинар Владимира Маслова, где он рассказывает об адресных проектах, о юридических тонкостях, взаимодействиях нашей компании. Это начнется через 6 минут. Поэтому каждый из вас может посетить мероприятие Владимира Маслова, да, получить информацию, я вам рекомендую это сделать, пригласите на него тех, кто эту информацию не владеет, потому что это действует. У меня же на этом все. Рад вас буду видеть завтра на мероприятии в 13 марте. Оно у нас организовано для жителей средневосточного региона и Восточной Сибири, да. Ну, в принципе, если у вас есть возможность, у самих, если есть люди, которые интересуются партнерской программой, приглашайте их завтра в 13 часов. Возможно, мы в дальнейшем изменим время на пятницу, может быть, мы сделаем на 3, либо на 4. Кстати, вот те, кто находится здесь, в принципе, если вы напишите сейчас свои пожелания по поводу пятничного вебинара, мы их осмотрим и, возможно, передвинемся на более позднее время, потому что, как-то в последнее время в Дальнего Востока, ну, что-то вот, не так много людей ходят на дневные вебинары. Спасибо вам за то, что были сегодня со мной. Вот. Всем здоровья, любви и денег и до новых встреч на наших мероприятиях. Субтитры создавал DimaTorzok